всем нового дня вечером ночи но 9 заменим дисплейный модуль телефон я разогрел уже как вы понимаете иначе пластиковая карта так легко не вошла под крышку еще не знает до 100 градусов разогревая буквально сепаратора достигает 100 градусов можно в принципе снимать если сразу поставить на 100 градусную плиту сепаратора то пункт 30 мне кажется и все сторонний скотч размягчается здесь у нас датчик отпечатка пальца при снятии крышки можно не повредить его пытаюсь разглядеть где он пристегнут по моему с этой стороны вот 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Да, вижу с этой стороны он. Отключаем. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот 9 заказал дисплей, точнее купил у нас на складе. Сегодня он стоит 190. Вот так вот выглядит. Уже с наклеенным пластиковым защитным. Рамка тоже заклеена. Заклеенная рамка, кнопки. В общем оригинальный девайс. Буквально недавно напали цены на них. Стоили по 250-260 евро. А когда только появился Note 9, там что-то около 300. Здесь множество всяких подделок в интернете. Смотрел я. Для такой дорогой качественной модели как Note 9 лучше конечно взять оригинал. Одинаковые, стандартные, самсунговские. Ставлю я его, кому интересно, за 15 евро всего. Просто мой постоянный клиент, который каждую неделю присылает мне коробки на ремонт с телефонами. Поэтому для постоянных клиентов цена такая. 10-15 за замену дисплейного модуля любого. У айфона там вообще 25. Для постоянных клиентов. Если случайно кто-нибудь зайдет в мастерскую, турист. Ну там еще кто-либо. Там можно цены накручивать до 50-60-70 евро за замену. Ну с такого телефона, если случайно пассажир появился в мастерской, я бы где-то около 60 евро взял. И это еще не дорого. Это только за замену. В центре Барселоны берут по 100-120. И так, друзья, хотел включить, проверить. Пока разговаривал, короче, все поснимал. Так, кнопка включения у нас. Так, она у нас контактит, по-моему, здесь. Я думаю, включится. Вот, включился. Без нажатий. Ну видите, да, обычное дело. Упал, разбился. Да, включить вряд ли получится. Был на нуле, я его подзарядил там, по-моему, до 20%. Отключаем батарею напрямую. Делать это не рекомендуется. Но именно с данной моделью ничего не случится. И так, в принципе, все просто. Переносим все на новую деталь. Так назовем дисплейный модуль. На новый дисплейный модуль. Снимаем всевозможные пластики защитные. Которые должны быть приклеены к оригинальному дисплейному модулю. Тут даже поролон наклеен на динамике. Такой вот. Так, в общем-то, все, по-моему. Даже вибромотор стоит, к моему удивлению. Походу, все. С этого нам нужно достать карандаш, которого нету. Клиент мне прислал без него. Без сим-ридеров, да. Без сим-ридеров, да. Без сим-ридеров, да. Поэтому, если у вас есть, конечно, нужно достать. Развем зарядки. Безисплейный модуль. Так, камеры, я думаю, вылезут так системной платой. Сейчас попробуем. Винт системной платы. Один. Второй. Они отличаются от основных. Третий. Так, что здесь еще, по-моему. Системку уже можно вытаскивать. Аккуратно. Трогайте пальцами линзы и камеры. Супер камера с бешеными характеристиками. Она действительно классные фотографии делает. Снимает видео в высший класс. Убираем в сторону. Динамик приносить не надо. Мотор у нас стоит. Приносим датчик. На новый дисплейный модуль. Я хочу, чтобы невозможно было получать. Эта палочка. На новый дисплейный. ТРЕВОГА. Т терапия. ТРЕВОГА. И шиньи. ТРЕВОГА. вот он соединяю лучше конечно подогреть его так идем дальше снимаем разъем наушников разъем микрофоном так все поставили так и ну а самое сложное при заменении дисплея это хорошо снять батарею сюда сложновато будет подсунут пластик она прям впритык сидит давайте я его нагрею нагрею и попробую оторвать ставлю на сепаратор разогреваем до 100 градусов еще раз поставим пока системную плату чтобы мы ставим на паузу на паузу на паузу застегиваем все разъемы на паузу так господа продолжаем снимать поставил я на паузу вынужден был поставить на паузу потому что сейчас я вам покажу что я натворил на паузу я думаю видно когда я поддевал для того чтобы открыть снова и застегнуть мне показали что он достаточно хорошо это сделал я отломал здесь 4 конденсатора вот идет поэтому поставил на паузу естественно я все восстановил то что я обычно ремонтирую после других мастеров как я их называю криворукими сейчас короче натворил сам так бывает вот излишней самонадеянности наверное не знаю ну все бывает благо я их восстановил 3 нашел а один не нашел пришлось снял с системной платы нот 4 по моему или нот 5 это у нас они очень маленькие там глазом еле разглядишь ну все работает я уже включил проверил так что продолжаем на том где мы остановились и так еще раз уже в четвертый раз застегиваю дисплейный модуль очень тонкие хрупкие вот поэтому мне показалось что я его не пристегнул пришлось заново застегнуть причем заметьте сломал пластиковой палкой какой какой обычно не работает то есть понаделась он то что это пластик ну и короче свернул ну да ладно и так заклеивать батарею не вижу смысла этот самый скотч свой остался вот приближать она не будет не надо ее заклеивать суперклеем новым скотчем чтобы она приподнялась вверх этого будет достаточно тем более она сидит впитык никаких дребезжаний абсолютно ничего не будет так у нас здесь остались три винта системной платы куда они были закручены я уже не помню так вот один второй и и куда то был закручен третий так вот нашел все собираем оставшиеся части антенны модуль очень часто мне приносят ту поломку которую я сам сейчас сделал очень часто мне в свое время приносили и сейчас продолжают приносить всегда возле разъема дисплейного неважно на какой модели на айфоне там или на галакси на xperia всегда стоят фильтры их очень часто ломают либо со зрением что то не так либо просто руки кривые либо как я человек который считает что вроде уже все видел все ремонтировал раз за такую работу можно было взять вот если мне принесли эту модель учитывая ее стоимость но 9 сейчас что то около 700 евро стоит могу ошибаться не знаю можно было взять евро 80 евро 90 100 запросто я по сути столько и беру поэтому еще раз очень аккуратно с такими вещами хорошо если вы сами можете восстановить а если нет если можно будет нести в сервис то придется раскошелиться на xperia кстати такая беда часто случается когда меняют дисплей модуля там очень тонкие фильтры на z3 и на z5 их частенько ломают грузится телефон докручиваем 4 винта грузится телефон все выровням пластик грузится и грузится 200 давайте нанесем тонкий слой клея тэн но они что они будут так как Застегиваем опечаток. Ну и можно поставить на зажимы, чтобы крышка схватилась. Там буквально 10 минут достаточно будет. Все друзья, всем спасибо за внимание. Это был Note 9. Вы узнали из этого видео как меняется дисплейный модуль и какие ошибки можно допустить. Даже если вы меняете, даже не знаю сколько я поменял за всю работу, тысяч пять дисплеев наверно. Так что будьте аккуратны всегда. Всем спасибо за внимание, удачи в работе, до новых встреч.